Так что будем рады сотрудничать. Не все студенты вот так, как сегодня, могут увидеть в действии все это оборудование. Колледж – это одно из старейших учебных заведений города Октябрьска. С развитием нефтяной промышленности на территории Туймазинского месторождения был открыт тогда Октябрьский нефтяной техникум. На базе Октябрьского нефтяного техникума затем вырос филиал Уфимского нефтяного института. Специальности в колледже собраны таким образом, что без геодезии эти специальности существовать не могут. Геологам нужна топографическая карта, чтобы они могли ориентироваться и на местности, и отмечать те объекты или те точки, где будут найдены те или иные полезные ископаемые. Ну и в 2009 году открыта была специальность прикладная геодезия, которая завершила весь цикл вот этих всех специальностей. То есть специалисты прикладной геодезии могут сегодня работать и в области геологии, и в области геофизики, ну и в других направлениях. Александр Николаевич, а сколько у вас вообще в общем трудового стажа, преподавательского, и как давно вы вообще в этом колледже преподаете? Значит, ну я дорабатываю 44-й год, 26 августа будет. В какие крупные организации после вашего колледжа уходят студенты, или может быть и высшее учебное образовательное учреждение уходят? Ну прежде всего сегодня, если брать сегодняшнее состояние, это прежде всего Башнефть, Татнефть очень много тоже, Башнефть и Геофизика, Татнефть и Геофизика, это вот как бы местные тут организации. Ну и естественно, значит, в Сибири много. Сейчас мы вот очень хорошо контактируем с Роснефтью, с Газпромом. Ребята поступают в московские институты, такие как МИГАИК, потом институт Черномырдина, в Томске университете есть, в Пермске очень много принимают у нас ребят. Что на ваш взгляд самое сложное вообще в подготовке студентов? Ну сложным является то, что меняется очень быстро такими темпами, так это геодезическое оборудование, за которым надо успевать как бы отслеживать его, успевать быть в курсе всех новинок, так чтобы нормально донести ребятам всю эту новую информацию. Ну в этом также помогают сами студенты, потому что я их прошу тоже, они ищут эту информацию так, и мы на занятиях все это рассматриваем, все это, так сказать, обсуждаем, и таким образом пытаемся быть в курсе последних новинок. Я также стараюсь посещать всевозможные семинары, которые проводят те или иные фирмы геодезического оборудования. Ну в том числе могу сказать, что вот где-то с позапрошлого года мы начали общаться с филиалом эффективных технологий, это город Оренбурга. Мы также ищем информацию, которая помогает студентам рассматривать и приборы данной фирмы, так, очень хорошие учебные фильмы мы видим также, вот, и тоже их, да. Скажите, а какие сейчас вот работы в рамках учебной программы студенты уже выполняются спутниковым оборудованием, ну и как вообще вы видите перспективы развития спутниковых методов? Так, так как на территории колледжа имеется своя референция станциям, ну занятия мы проводим в основном на территории колледжа по той простой причине, что площадь у нас большая, много закреплено таких стандартных точек, забетонировано, то есть полигон учебный, поэтому далеко мы не бегаем и все задачи решаем здесь. Мы также проводим определенные измерительные операции с этим оборудованием и на основе пишем даже дипломные проекты ребят, то есть исследуют так некоторые вещи так и пишут дипломные проекты. Ну, с точки зрения того, что вы согласились приехать, это для ребят и в том числе для меня как преподавателя это очень приятно. И судя по отзывам ребят, они сами получили очень много, ну и провели вы интересные занятия в том плане, что показали, как работает оборудование, буквально в течение полдна научили их так и даже провели с ними соревнования. Так что позволило ребятам убедиться, что с таким оборудованием можно работать, что такое оборудование можно осваивать так и что в будущем, очевидно, все это им поможет в производственной деятельности. Ну, что понравилось очень, во-первых, я могу сказать о вас, как о людях, которые, ну, приехали и даете вот эти знания. Так, вот, вы очень хорошо рассказали на вступительной части, где ребята с удовольствием послушали так, и я как преподаватель, потому что узнаю все новое и новое, и я не отказываюсь ни от кого, так сказать, учиться, хоть и уже в возрасте, но тем не менее я хочу тоже знать, чтобы с ребятами быть также наравне так. Ну, и что еще понравилось, то, что вы не просто приехали и там расставили свое оборудование, а конкретно брали с собой на точки ребят так, и там уже непосредственно показывали работу. И даже вот одной бригаде вы доверили самостоятельно, так, которая выехала, скажем, на пункт так, сама установила оборудование, сама запустила это оборудование, и в течение там практически полутора часов отслеживала работу этого оборудования так, ну, и какие-то получились нормальные результаты в ходе обработки. Вот, что нравится еще в вашей деятельности, то, что, ну, вы умеете находить общий язык с студентами так, а это тоже немалый важный фактор так, вот, ну, и умеют, смогли их зажечь, так, провели такие интересные соревнования с ними, где они с этим оборудованием не просто там подержали в руках, а непосредственно сами включали, сами отыскивали точки, сами их фиксировали и давали таким образом понять не только вам, но и самим себе, что с этим оборудованием они могут справляться вполне нормально. Скажите, Александр Николаевич, ну, хотели бы тогда еще увидеть компанию ИФТ в стенах вашего колледжа, в рамках практики? Обязательно, так, вот. Желательно бы, конечно, чтобы попало больше число студентов в эту сферу, так, в вашей деятельности, так. Ну, будем общаться дальше. Спасибо. 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 Спасибо.